На Украине сегодня вступило в силу чрезвычайное положение в энергетике. Это позволит властям проводить веерное отключение. Причиной стала нехватка угля из-за блокады железной дороги в Донбассе радикалами. Ситуация серьезная и грозит всей экономике, поскольку могут встать крупнейшие предприятия. Между тем, сами радикалы обещают захватывать электростанции, если там будут проходить отключения. Они считают, что на самом деле топлива достаточно. О том, как живет Украина при энергетическом чрезвычайном положении, расскажет моя коллега Тамара Нерсисия. Украинские власти, по сути, расписались в своей неспособности решить проблему с блокированием железных дорог на Донбассе. Пошли по пути наименьшего сопротивления. Объявили режим чрезвычайного положения, тем самым предупредили граждан. Ждите отключения света и надейтесь на теплую весну. Из-за блокировки поставок угля могут остаться без топлива Сумы, Краматорск, Левый берег Киева и много других городов. Если блокада не прекратится, украинская металлургия и ее организаторы не выйдут на проектную мощность и могут потерять до 300 тысяч рабочих мест. 300 тысяч людей, а государство лишится 2 миллиарда долларов выручки. Максимальная экономия антрацитового угля, увеличение использования атомной энергии и веерное отключение электричества. То, с чем придется жить Украине ближайший месяц. Минэнерго обещают, медицинские учреждения и социально значимые объекты без света не оставят с остальными, как получится. Я живу на Асакарках и отключаю часто. Приходится замерзать, потому что только электричеством отапливаемся. А тарифы те же самые, высокие. Убирать надо тех, кто за это отвечает, новых ставить, раз нет выхода с этого положения. Кого убирать? Ну, кто у нас за это отвечает? Гройсман? Так пусть отвечают, а не делают людей заложниками обстоятельств. Запасов топлива в стране хватит максимум на 20 дней бесперебойной работы. Украинские теплостанции уже перешли на аварийный режим. Первыми погрузиться во тьму могут Харьков, Чернигов, Сумы, Черновцы и Киев. ТЭС в этих городах работают на антраците. На складе Сумского ТЭС находится 4200 тонн угля. Это антрацитовый штыб, которого достаточно для бесперебойной работы станции на 8 суток. В случае, если не будет поставок следующих угля, ТЭС не сможет выдерживать санитарные нормы по температуре в домах. Антрацит на Украину поставляли из Донецкой и Луганской народных республик. Но уже три недели украинские националисты блокируют железнодорожные пути на Донбассе. При этом четких требований не выдвигают. Власть в ответ только возмущается и призывает к порядку. Я не верю, что власть не может ее прекратить. Давайте попробуем заблокировать путя, например, железную дорогу во Львовской области, где есть кругляк, незаконно вырезанный, выводится сегодня в Европейский Союз. Моментально приедет спецназ и разгонит всех, даст всем по башке, и не будет никакой блокады. Из Донбасса на Украину возили не только уголь, но и руду. Соответственно, блокада грозит еще и полным коллапсом в металлургической отрасли. Версии того, зачем украинским властям блокады Донбасса масса. С одной стороны, она отвлекает внимание населения от насущных проблем, таких как зверские тарифы на коммунальные услуги. С другой, ручное управление энергетическим сектором для чиновников. Это всегда способ хорошо заработать. А еще можно использовать дефицит топлива как инструмент давления на крупный бизнес и оппозиционные регионы. Одним словом, пока украинская власть извлекает свои выгоды из отрезанного на Донбасс пути, страна постепенно погружается во тьму. Тамара Нерсисьян, Андрей Потапов. Вести из Киева. Украина.